Временный глава региона, пунктуальный и ранний. Свою первую пресс-конференцию Павел Коньков назначил на 9.30 и пришел в аудиторию Метакадемии без опозданий. Глава региона рассказал о своих планах до сентября, то есть до даты официальных выборов. Среди приоритетов – социальная направленность бюджета, выполнение указов президента, развитие индустриальных парков, в текстильной отрасли переход на синтетику и технические ткани. Что касается кадровых решений, то основные уже сделаны. Судьба Сергея Пахомова, похоже, тоже окончательно определена. Он останется депутатом. В исполнительных органах Ивановской области работы Сергея Александровича не планируется. А вот в руководстве комитета по лесному хозяйству, видимо, назревают кадровые перемены. Еще Михаил Мень был недоволен работой ведомства. Павел Коньков тоже оценивает ситуацию в лесном комплексе как неблагополучную. Как со стороны арендаторов, так и со стороны руководства комитета по лесу. В ноябре заседание правительства по этому поводу. Приглашаю вас для участия и выступления. Готов к жестким решениям. От проблем региона к проблемам общероссийским. В частности, Павла Конькова спросили, доволен ли он работой местной миграционной службы. В Ивановской области положение с мигрантами достаточно благополучное. Мы даже заказываем сегодня иностранную рабочую силу в соответствии с заявкой предприятий. Порядка 1400 человек. Это, я вас уверяю, одно из последних мест по количеству в Российской Федерации. Ждать ли ивановцам восточного обхода? Вопрос старый и уже почти риторический. Павел Коньков ответил честно. Ждать, но не в ближайшее время. Стоимость этого проекта – половина годового бюджета региона. Здесь ни память не изменяет общая сметная стоимость восточного обхода – 16 миллиардов рублей. Мы сейчас будем обсуждать и другие варианты решения транспортной проблемы. У нас с вами есть уже определенная структура дорог с западной стороны, в том числе по городу. Она не решает, в отличие от восточного обхода, принципиальных вопросов. Я имею в виду, это так называемая объездная, которая начинается на станкостроителей и выходит на Ярославское шоссе. Можно кое-чего подумать. И вроде есть определенные проекты от Минской улицы, значит, и выход на нашу объездную, которая вот с улицы Кузнецова идет, и дальше на Ярославское шоссе. Ну а если спрогнозировать дальше, и будет и там объездная дорога, то каким-то образом мы существенную часть грузового транспорта сумеем отвезти от центра города. А в целом новый временный губернатор – самый обыкновенный человек. Живут вдвоем с женой, дети уже выросли и переехали от родителей. Любит ходить за грибами, занимается своим огородом и даже имеет небольшой личный трактор. Я обрабатываю эти две сотки строго механизированным способом. Мне это просто интересно, понимаете. Не потому что там нет сил вскопать все это дело руками, а вот интересно. Вот плугом пошу, фрезой окучиваю, все делаю на тракторе. Конечно, порой поставить этот плуг дольше, чем лопатой или цапкой, прости, но это вот мне интересно. Можно предположить, что свою любовь к сельскому хозяйству Павел Коньков перенесет и в политику. Вплотную займется развитием этой отрасли и станет примером губернатора-хозяйственника. Эпоха Михаила Меня, современного кризис-менеджера, развивающего туризм и культуру, для Ивановской области уходит в прошлое. И как напоминание о его работе, на Ивановской земле останется зеркало. Павел Коньков пообещал фестиваль сохранить. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.